всех приветствую на своем канале ну что ж поговорим все таки мы сегодня о колотеях что я решила с ними сделать так ну вот это вот которая каждый раз ее название забываю луиза мауи queen так но я ее немножко по чикала срезала все вот такие листочки вот оставила только три штучки вот и пересадила в совсем совсем в маленький горшочек такой обычный транспортировочный горшок вот корни прям здесь все впритык сидят хочу я понаблюдать за ней как она будет себя вести что она вообще будет делать вот так что пациент скорее жив чем болен да я думаю что наверное все таки ситуацию она мне исправит будет наращивать уже хорошие листочки ну видите после пересадки она прекрасно себя чувствуют говорят что колотые не любят когда их корни тревожат я потревожила дай боже я раздербанила я почистила эти корни вот и посадила так что сидим сидим думаем так моя леопардина ну леопардина кстати нормально пережила мой уезд так какие-то листочки немножко уже пожелтели которые старенькие я их от чикала тоже так и у меня здесь как бы два растения тоже я думаю что наверное я ее буду пересаживать я ее вытряхнул корни разделю и рассажу на два горшочка вот посажу прям тоже впритык впритык вот чтоб она у меня набирала свою вот эту листовую массу большую вот красивая леопардина конечно очень красивая нравится она мне красоточка вот так что с моей антифолий 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 тоже кстати все прекрасно потихонечку она растет не знаю стоит нее вытряхивать вот из этого большого горшка но я ее в этом горшке покупала покупала я просто пересадила в свою почву корни были действительно очень достаточно большие вот но за лето но когда я ее покупала не помню там какое-то видео то у меня есть и я ее покупала вот ну вот она мне нарастила всего по моему ты этот лист ты этот лист вот этот вот этот вот этот вот этот еще по моему пару каких-то не знаю много это за лето немного ну растет потихонечку растет он с полями тоже очень нравится кстати не капризная вот леопардина не не капризная вот я считаю все таки и лансифолия тоже не капризные растения колотейки поэтому они у меня как-то прям живут прекрасно вот так что я сделала вот с этой колотей пиктура то вредничает капризничает но я ее тоже сейчас раздербанила на два куста вот то есть получился у меня такой кустик и вот такой кустик этот кустик не так капризничает как вот этот наверное здесь я более корня потревожила ночью и выбора нету чему я ее начала дербанить потому что у нее вот здесь стали липкие листики я прочитала сейчас уже их нету кстати почти липкости вот я прочитала про нее что если колотые у колотые липкие листики сзади то это ей что-то не нравится что в принципе это ничего страшного она не болеет но ей просто не нравятся условия поэтому я решил и создать вот такие условия условия в банках вот таких стаканчиках корней полным полно в этих стаканчиках прям закрутила завертела и воткнул в эти стаканчики вот пусть сидит подумает одумается чё как она себя будет чувствовать и как она себя будет вести ну вот такое решение я приняла потому что смотреть как она в горшке подыхает мне уже надоело надо чё там какие-то действия предпринимать я решила но корни были большие правда корни большие хорошие не гнилые ничего так что чё она капризничает вообще непонятно ну захотелось ей видимо так вот капризничать наш колотые она же должна капризничать да так вот хочу показать свою розиопикту кора которую я покупала полуинвалидом можно сказать таким вот прекрасно она тоже себя чувствует растет потихонечку никуда особо не торопится но при этом растет новый листочек раскручивать деточку мне дала в общем такая не капризная девочка абсолютно красавица честно говоря прям вот меня радует радует что она маленькая может быть она конечно потом разрастется и будет большая потому что я ты покупала были достаточно три больших листа вот но пока она вот такая у меня малюточка вот поэтому сидит потихонечку наращивает свою красоту все хорошо с ней так ну и самую боль боль которая у меня была из-за которой у меня разочарование в этих колотых вот сказала я ей если ты сушеный веник не начнешь расти я тебя выкину разозлилась я очень сильно смотреть какие листы были огромные больше моей руки и птички так жалко конечно ну смотрите она испугалась и начала мне наращивать новые листочки вот они полезли рожки я ее потихонечку обстригла что у меня уже прям совсем выбесила вот так что мне кажется что и вот отсюда тоже начинает ростик моему потихонечку отсюда тоже скоро трубочка полезет набухает прям мы посмотрим так что потихоньку она решила все-таки жить ты может быть даже за зиму нарастим мы еще вот такие красивые новые листики нравится мне нравится конечно медальон прям балдею я от нее прям передать не могу как балдею этой колотые вот она у меня по-моему первая появилась вот жалко мне с ней расставаться поэтому ну вот потихонечку потихонечку будем наращивать пока я ее не буду тревожить буду немножечко подкармливать хотя уже конечно с подкормками надо бы урезать уже но выбора нету надо их понемножку восстанавливать возвращать к жизни жалко конечно мне терять пусть коллекция небольшая но она есть живая будем аккуратно их восстанавливать может у кого-то какие-то советы будут как их реанимировать побыстрей я с удовольствием буду ваши советы слушать что-то буду брать что-то не буду брать много сейчас смотрю про колотые очень много конечно видео слава богу очень много люди делятся своими опытами что-то я черпаю из этого что-то я считаю что это уже перебор ну у каждого свое мнение поэтому так что вот такая у меня моя коллекция колотый не очень большая еще у меня сидит еще какая-то колотые которые в реанимации без листов как же она называется макоя вот она все сидит 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 в парнике клубин жив но листочки в новые не дают ну пусть сидит чё теперь может быть и разродиться ну вот такое видео про мои колотейки что я с ними делаю вот спасибо все кто меня смотрят подписывайтесь на мой канал будем с вами дальше за ними наблюдать как они у меня будут жить и радовать или не радовать и разочаровывать вот мы будем за этим наблюдать всем до до новых встреч пока пока